Больших и малых стрессов ежедневно. Иногда, когда переполняется чаша, бывает эмоциональный всплеск, который порождает негативные события. Сегодня я донесу до вас, как можно с ними бороться с этими. Как гасить пламя гнева внутри себя? Есть несколько рецептов у меня. Для меня это, честно, доходило очень долго. Практически всю жизнь я выступал на одни и те же грабли. Но случилось два таких события, которые я начал пересматривать. Первый момент, знаете, когда-то был такой случай в моей жизни. У меня там возле дома такая узкая аллея была. Я шел на таком взводе. Знаете, вот когда вот до такая точка кипения доходит, вот кажется, что вот сейчас кто-то наступит тебе немножко, ты просто вот взорвешься, разнештешь все. Знаете, я вот шел на таком взводе и навстречу, так знаете, классика жанра. Такая узкая дорога. Идет такой мой, с соседнего двора такой, такой типичный дворовой троеченский помор. С пивом такие вот они идут. Я вот с одним из них, так сказать, не разминулся. Так вот, легко он меня задел плечом. Что-то я так посчитал, что это моя часть задета. Ну, в результате что? Что я получил? Какой урод? Какой урод я получил? Рука поломанная в двух местах у меня. Там два пальца. Три раза мне его вправляли. Да, это, да. Ну, у них там щук уже. Да. Ну, вот в итоге что я заработал? Просто перелом руки на два месяца. Знаете, снимаю ее гипс. Да, прошло почти два месяца, такой сложный. У меня до сих пор здесь гибается нормальная рука. Прошло два месяца, я снимаю гипс, начинаю разрабатывать руку. Ну, кто знает, у кого были переломы, что-то надо реалимитация небольшая. Это была зима. Сажу себя в трамвай. Знаете, бывает такой вот типаж кондуктора. В трамвае что-то вот они любят. Знаете, такие вот. Пискаркувата такая. Женщина такая, бабулька злобная. Знаете, она вот что-то она выбрала меня. Нет, я ее не бил. Но она начала, знаете, я начинаю искать этот кошелек с этими деньгами. Это пуховик. Зима. Она отбегает, начинает кричать. Ты там быдло какое-то, не платишь, за проезд не платишь. Начинает так позорить меня. Все люди начинают, все оборачиваются, смотрят, кто же это такое. Я не выдерживаю, да. Говорил я ей честно, но мне стыдно, да. Ужасных слов я ей наговорил. Ужаснейших честно. Хорошо, что ты не бил. Ужасник меня проклянула. Знаете, как бабуля у меня. Проклянула. В таком состоянии я выхожу. Захожу домой. Стою с дивана и ломаю ногу. Только сняли меня с рукой гипс и я поломал нос. Опять почти полтора месяца в гипсе. Это сложнее даже. И вот после этого я начал задумываться. Делать какие-то выводы для себя. Зачем это было? Можно было спокойно промолчать. Ну та женщина, да. Такой пенсионер-то бабуля. Или тот алкоголик. Зачем он мне нужен? Прошел бы себя спокойно. Не зацепил бы и все. Я начал как бы искать, как с этим бороться. Есть такие техники. Я думаю все знают, да. Такого Радислав Гандапас. Мне лично он нравится. Да, я его постоянно смотрю. Такое вот интересно. У него я высмотрел вот такие несколько методов. Как можно вот себя вот уравновесить, когда вот ты уже вот на пределе. Первый метод заключается в том, чтобы когда ты уже находишься в этом состоянии, мысленно команду себе сказать стоп. Вот мысленно. Просто про себя поговорить стоп. Дальше спросить. Также у себя спросить. Где я? Начать смотреть по сторонам, например. Что я вижу? Это мысленно про себя. Красивую девушку. Одну. Вторую. Книги. Люди. Дальше спросить, что я слышу у себя. Какие-то музыка, какие-то шумы. И третье. Надо у себя узнать, что я обоняю. Ну, что я слышу там. Духи хорошие. Кто-то там шаурму кушает. Запах. Да. И вот когда мозг начинает работать, то есть эмоции успокаиваются. Включаются. Мозги включаются. И все. И прекрасно такое умиротворение происходит. И еще один мне очень нравится метод. Тоже у него я посмотрел. Я думаю, все это, ну, многие слышали. Так берешь, набираешь так воздух. Мысленно представляешь себе. Он у меня трубочка. И так вот. Выпускаешь. Несколько раз так делаешь. И так вот успокаиваешься. И еще лично мой метод. Ну как, он мне очень помогает, честно. Такой, наверное, древнее. Знаете, все знают, наверное, молитву «Отче наш». Знаете. Я вот ее бывает тридцать раз в нем читаю. Иногда ее написали. И она мне действительно помогает. Рад бы вас слышать всех. Переду я дальше. Виктория. Это Женя Пасечник. Своим другим проектом по Пасху. Сущность в себе. Четверко. Так или иначе, я, как оказалось, буду продлевать мастер-класс Дениса по поводу гармонии, успокоения и работы с собой. Мы все страшно-страшно, очень страшно захламляем свою жизнь. Захламление, оно подобно страшному вирусу, который разъедает нашу кожу, кости. Оно, как червоточина внутри. Мы захламляемся настолько сильно, что мы, подобно грязному снежному кому, быстро катимся вниз по кочкам и холодным лужам прямо в бездну душевной пустоты. Есть ряд опытов, которые провел талантливейший человек. Он художник, творец, философ, писатель и изобретатель унтерпсихологии Антонио Минигетти. Опыт очень важный, поэтому я настоятельно рекомендую вам применять его в жизнь и себе. На данный момент есть такие вещи, которые нужно в себе отслеживать. Мы собираем всякие ненужные бумажули, собираем значочки, собираем старые книги, старую одежду, фотографии людей, которые приносят нам боль, которых надо было уже вычеркнуть из памяти, и с этим надо поработать. Антонио сделал такую серьезную работу, что опыт, который ставил он, они касались и жизни, и смерти. Он договорился с одним работником морга и выкупал каждый день у этого работника морга одежду людей, которые покончили жизнь самоубийством. Да-да, он ее пустировал. Что он делает? Он пустирует, рихтует ее, приводит в должный, в приятный вид такой, что хочется ее носить. И раздает людям, ни в чем не повинным людям. Он еще не знал об этом. И он раздает эту одежду людям, которые вследствие очень скоро поканчивают жизнь самоубийством. Вещи. Они хранят энергетику. После чего все подарки, которые были подарены с тяжелым сердцем, они беспокоят нового владельца. Он плохо спит. Испытывают неудовлетворение собой. Это постепенно. Это шаг за шагом, подобно прохудившемуся крану, когда из ваших глаз медленно утекает по капле радость. Антонио доказал, что есть такая вещь, как сущность в себе. Он ее назвал сначала инсё, а после психо. Внутри нас находится сильнейшее эмоциональное ядро, которое в момент сильных душевных потрясений делает бомбический всплеск. И этот всплеск касается всего, что находится рядом. Чаще всего это нижнее белье, одежда и вещи, которые были с нами рядом. Эмоциональное потрясение, которое просачивается в вещи, не уходит из нее никогда. До тех пор, пока вы не избавитесь от нее каким-то изысканным способом. Я после этого подумала, ну, странно как-то. Конечно, это рассчитано на людей, которые легко внушаемы, или что-то наподобие этого. Надо проверить. И я проверила. И я проверила. У меня было великолепное платье. Очень дорогое. Ну, чтобы вы понимали, насколько дорогое, для меня это дорого, 25 тысяч гривен. Оно было такое изысканное, красивое, усыпанное драгоценными камнями, специально заказанное. Я познакомилась с модельером, который специально для меня его шил. Оно настолько восхитительно, что когда на него смотришь, млеешь. Но есть один минус в нем. В нем настолько маленький, но и большой минус, что когда я его надевала, я испытала очень сильное эмоциональное потрясение. Эмоциональная боль, подобная ржавой пиле, которая медленно распиливает твою руку. И после этого ты еще и остаешься живой. Плюс ко всему. И тут оно поселилось в моем шкафу. Это прекрасное, милое, было снежное платье. Настолько дорогое, что я не могла от него избавиться. Его было жалко кому-то отдать, очень хлопотно продавать. Ну, собственно, оно такое красивое, что красота должна в конечном итоге спасти мир. Почему бы и нет? Может, что-то оно сделает потом хорошее. И оно висит в моем шкафу. Оно висит. Время идет. Каждый день, когда оно попадается мне на глаза, мое сердце посещает такая вселенская грусть, поволок и печали. И ничего не получается. Ни одно блюдо не получается вкусным или задорным. Душа исчезает из всего, к чему я прикасаюсь. Как будто бы я Кай, которого поцеловалась нежная королева. И я решаю. Надо почувствовать свою интуицию. Беру это прекрасное, красивенное платье прямо в чехле. Прямо со всем, что там было. Украшения, заколки. С вот этой всей прелестью. Задорно еду в лес. Беру с собой жидкость, которая помогает очень классно распалять огни. Кладу его на снег. Заливаю чехол этой жидкостью. Пару черков спичек бросаю туда. Закрываю. Боже, огонь горел. Как будто бы он был гипнотизером. Все четыре минуты, восемнадцать секунд он прикалывал мой взгляд. В самый пик огня я сфотографировала. На память. Девочки, они такие девочки. Сфотографировала, чтобы потом посмотреть на все это действие. Огонь горел так красиво. Прямо вот эти кольца огня, они облизывали жадно снег. Шепот был такой вот от этого огня. Казалось, что он со мной разговаривает. Он реально со мной говорил. После чего, как все произошло, это пилище, остался маленький такой вот протаренный комочек вниз. Ничего не было на поверхности. Я еду домой, такая веселая, задурная. Наслаждаюсь днем. Мороз нежно целует меня в щеки. Я бегу, развиваю волосы без шапки, без перчаток. Могу себе это позволить в этот день? Прихожу и смотрю фотографию, думаю, ну что ж там такое. И там, я человек, обладающий изысканным, очень богатым воображением, я вижу там лицо дьявола с такими огромными рогами, с приоткрытым, выскаженный, мерзкий, гримать ртом. И я просто цепенею. Я обращаюсь к твоим друзьям. Думаю, мало ли что со мной это так. Я слишком увлеклась. Что может со мной произойти после всех этих событий с пироманством? Показываю им. И каждый из них испытал очень неприятные ощущения. Они не могли понять, что именно. Но каждый нарисовал свой гнусный, неприятный образ. И каждому было противно на это смотреть. Собственно, я поняла, что это работает. Как я поняла, в этот же день моментально у меня разбился телефон. Мои любимые айфоны, которыми я постоянно пользуюсь. Все, его больше нет. Купился телефон. Ну да, не айфон, но тоже очень круто. Мне очень все нравится. И там нет ни одного лишнего контакта. Все ненужные люди просто самоликвидировались. Потому что старого-то телефона нет. И все записывал в аппарат. У меня появилась новая жизнь. Прорисовались планы на жизнь. Моментально, чуть ли не в этот же день. Такая ясность, теплота, удовольствие. И настроение. Появилось настроение. Понимаете? Вот готово свернуть горы. Не знаю, как это описать. После чего, хочу вам сказать. Есть внутри такая сущность у каждого из нас. Которую надо беречь. Моя пережила клиническую смерть. Я никогда в жизни больше не дам ее в обиду. Я что хочу вам сказать. Пока вы бережете вот этот центр, этот огонь в середине себя. Вы сможете творить чудеса. Потому что лампочку, которая зажигает этот огонь, она дарит и тепло, и свет. Вот только вы ее погасите, жизнь потеряет вкус. Берегите себя. Спасибо. Ну да, я же тут вице-президент по образованию уже как раз полгода. Поэтому сегодняшняя моя речь будет о том опыте, который я получил здесь, как вице-президент по образованию. Запускай время. Кто понял ребус, который зашифрован в названии моей речи? Все. Все смотрят. ВПО. ВПО. Молодец. ВПО – это вице-президент по образованию. ВПО. Я назвал «Волонтер. Прорыв. Опыт». Почему? Потому что наша организация не коммерческая. Мы здесь ничего не зарабатываем. Это волонтерство. Прорыв. Об этом будет моя речь. Насколько клуб меняет жизни людей. И опыт – это то, что я здесь получил. И чем я теперь могу поделиться. Впервые я понял, что такое волонтерство – это когда мы с братьями работали на стройке у моего отца. И заказчик нам не заплатил денег. Вот тогда я впервые понял, что такое волонтерство – это когда ты делаешь добро людям. Бесплатно. Моя речь сегодня будет о том, что здесь происходит в этом клубе. Когда мне предложили идти в лидерскую команду, мне сначала предлагали тоже идти в президенты. Я тогда буквально только вступил в клуб. Я две недели ходил в клуб. Мне сказали, что я очень сильный оратор. Давай сразу президенты. Я говорю, ребята, я еще ничего не знаю. Я не готов. Я хочу, чтобы был Артем президентом. Потом пишу Артему и говорю, Артем, я хочу, чтобы ты был президентом. И я готов взять самую важную роль. Он говорит, возьми ВПО. Я говорю, хорошо, а что это? Он говорит, ты возьми, это надо. И Артем мне говорит, у нас есть такая роль пиарщик. Он говорит, ты с ней справишься легко и быстро. Потому что я пишу красивые посты в Фейсбуке, себя рекламирую. И людям многим нравится, как я это делаю. И Артем говорит, для тебя это будет легко. А вот вице-президент по образованию – это будет рост. Ну и когда я узнал, что мне нужно мотивировать людей на то, чтобы они брали роли, записывались, выступали, составлять программу каждой встречи. Программу, которую вы держите в руках, составляю я каждую неделю. Общаясь с каждым участником клуба и со всеми вместе сразу и по отдельности. Я понял, что для меня это сложно, потому что я человек творческий, и я и планирование – это приблизительно как, наверное, Стив Джобс и фортепиано. Вот, где-то так. Поэтому, хотя, может, он и играл на нем, не знаю. Но я думаю, что вряд ли. Поэтому я сначала немножечко даже забоялся, что для меня это будет очень сложно. Но разве с таким другом что-то может быть страшно? И мы с ним начали учиться. И вот, когда я стал вице-президентом, сначала было сложно. Потому что я хотел, чтобы все записывались на роли сразу. Но у нас волонтерская организация. Я не могу сказать, запишись на роль, я тебе премию дам. И ты такая, да, какую, любую, давай. А сколько премия? Ого, я вообще все роли беру. Здесь нет классического построения мотивации, как это на работах происходит. Есть начальник, есть зарплата, есть премия. И человек замотивированно выполняет свои обязанности. Каждый из нас сюда приходит по доброй воле. И каждый из нас замотивирован внутри прийти сюда. В какой-то степени это ваша личная мотивация. Но без того примера, который мы здесь подаем, и без того, что мы здесь делаем, у вас, возможно, и не возникло желание к нам прийти. Поэтому именно наша мотивация быть лучшим клубом, давать здесь шикарный классный контент, делать людям благо, добро и привлекать людей к нам прийти. Поэтому волонтерство это круто в любом случае. Это благотворительность. Благотворительность от слова благо. Это делать благо другим людям. И вот самый крутой и классный опыт, который я здесь приобрел, будучи вице-президентом по образованию за этих полгода, это то, что на своей, грубо говоря, голой мотивации быть полезным людям и расти самому как личность, я очень внутренне поменялся. Если поначалу Артем не даст соврать, я сопротивлялся, злился, когда люди не хотели в общем чате отвечать на мои вопросы. Один Артем только знает все слова, которые я говорил. Я вот так вот брал телефон и голосовое сообщение на 5 минут, а потом внизу текст, просто выслушай и все. И потом Артем мне на 5 минут обратно, Гриша успокойся, но на 5 минут. И мы так разговаривали. Потом я поменял тактику, я понял, что я не могу людей заставлять. Я не имею права от них требовать, мы все сюда приходим по собственному желанию. И я на прошлой встрече или на позапрошлой встрече давал речь, которая называлась... Назвался груздем, это гриб такой, полезай в корзину. Я же сам пошел на вице-президента по образованию. Значит, это мои проблемы, почему люди не записываются на роли и не отвечают на мои сообщения. Но, как говорит мой отец, всегда мне не можешь изменить ситуацию, изменить к ней отношения, что я и сделал. Я просто понял, что надо с людьми подружиться сначала. Ну, я же только стал вице-президентом, они откуда знают, что я хороший человек? Они думают, что я плохой автоматом, потому что я вице-президент по образованию. Я начал с каждым человеком общаться индивидуально. Я начал каждому писать, разговаривать с ним, немножко подружиться. И мы потихонечку завязали с каждым человеком отношения. И этот опыт дал мне возможность научиться мотивировать индивидуального человека. И уже сейчас я могу в общем чате написать, и половина людей сразу отвечает, я, 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 давай, пиши меня, все здорово. Это мне дает возможность понимать, что я делаю все правильно. Артем меня сейчас хвалит, я ему больше не говорю на пять минут. Наоборот, мы, если общаемся с ним сейчас, то общаемся в основном о том, какой у нас классный клуб, и как мы его сделаем еще круче, и что мы еще добавим, и где мы еще проработаем. И вас это все ждет впереди, кто будет с нами, вы увидите, насколько этот клуб будет быстро и сильно развиваться. И каждый, кто вступает в этот клуб, рано или поздно поймет, что клуб абсолютно меняет жизнь. Абсолютно. Потому что Артем еще совсем недавно пришел в этот клуб, буквально год назад, человеком, который просто работал на работе, менеджером на продаже. Да, правильно же? Сейчас Артем очень успешный ведущий мероприятий. И уже вот 2 февраля, это не на качестве рекламы, а просто я восхищаюсь ним, 2 февраля он дает свой первый мастер-класс по ораторскому искусству. Но еще год назад он даже не знал об этом, что он будет настолько крутым. В моей жизни очень много перемен. В моей жизни появились настоящие друзья, потому что именно здесь появляется дружба. Здесь нет никакого отношения ни к деньгам, ни к обязанностям. Здесь все делают все на доброй воле. Поэтому, если в вашей жизни есть возможность сделать хотя бы кому-то благо, даже бабушке сумку в метро поднести на ступеньки, это уже благотворительность. Делайте, и вам будет приятно, и вы человеку поможете, и вам вернется обязательно. Всем спасибо! У меня второй проект второго уровня, который называется «Слушать и слышать». Я считаю, что опытный оратор должен уметь не просто красиво говорить, убеждать, объяснять, а он еще должен уметь слышать. Потому что, когда мы слышим, что говорит наш сописедник, мы тогда лучше его понимаем. А лучше проникнуться его мыслями, его желаниями, понять и подумать, о чем он думает, что он хочет донести тебе. И это дает возможность стать сильным и прокачать свои навыки. В этом проекте у меня задание не просто выступать и говорить, а задание слушать и слышать. Соответственно, пока выступали здесь на сцене три замечательных оратора, я слушал внимательно и пытался проникнуться ихней идеей, ихними мыслями. И сейчас готов дать поэтому обратную связь. Поэтому первый оратор был, это замечательный боксер Денис Трусов. Давайте поаплодируем ему. Очень интересный проект, который назывался «Воистину тот славен и велик, кто в гневе придержал язык». Мне очень близок был его проект. Почему? Потому что он показал, что предотвратимый бой – выигранный бой. И лучше по жизни идти с позитивом, дарить улыбку, дарить радость. Потому что негатив всегда притягивает негатив. Когда мы делаем зло, соответственно, у нас все идет наперекосяк, не получается. Когда мы дарим улыбку, позитив, гармония, светимся, то соответственно мы притягиваем к себе только позитив. И поэтому он рассказал пример, как он шел по троящине, ждал, чтобы с кем-то сцепиться и потерял дорогостоящий ресурс это время. На два года он посидел в гипсе, полечил руку. Два месяца. Да, прошу прощения. Соответственно, этот урок его не научил ничему и он дальше продолжил поиск приключений. Дальше он встретился с кондукторшей, обменялся с ней любезностью, обменялся лаской, комплиментом и, соответственно, на следующий день он сломал ногу. Поэтому, видите, рука не помогла, сломал ногу и, собственно говоря, понял, что дальше шея может быть и пойдет по сценарию. Поэтому это не нужно. Нужно предотвращать всякие конфликты, дарить людям радость, улыбку, лучше помогать. Почему? Потому что мысли материальные и я считаю, что карма тоже существует. Я недавно понимал, какие у меня сложности в жизни и, соответственно, нашел определенных людей, которые нуждаются в помощи. И сам им лично бескорыстно помог и начинаю замечать, как жизнь меняется, как я становлюсь успешным и мне приятно и интересно жить. Поэтому давайте еще раз поаплодируем. Молодец! Очень интересно показал пример, как нужно жить и нужно дарить тепло и ласку. Следующей выступала замечательная девушка, прекрасная ората, такая лисичка, рыжеволосая, Евгения Пасечник, наш гость из клуба «Своя рубашка». Давайте поаплодируем ей. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что она действительно молодец, очень артистично выступила, мне очень было близко, потому что очень так нежно было, воздушно. Все описывала с тонкостью. Если рассказывала, что платье, то описала, что оно было дорогое, осыпано различными драгоценными камнями. Описала его стоимость. Рассказала красиво, как оно горело разными кольцами, то, что соединялось со снегом. И очень много интересных моментов рассказывала. И самое интересное то, что мне понравилось, что не нужно цепляться за старые вещи, нужно их выбрасывать, отказываться от них. Они несут негативную информацию. Что нужно те люди, которые не приносят тебе пользу, которые непосредственно занимают твое время, забирают твою энергию, нужно от них отказываться. И окружать себя сильными, позитивными, классными людьми. Такими, собственно говоря, как мы все с вами. Поэтому я тебя хвалю. Ты большая молодец. И игра голосом была. И очень классно выступила. Молодец. Следующий. На этой сцене был замечательный человек, которого зовут Григорий Попович. 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 Мне очень понравилось то, что он всегда живой и за словом не летит в карман. То, что он всегда выступает и рассказывает все на личном примере. Очень много интересных историй. Я помню, как ты рассказывал, когда приезжали на стройку, как вы с братьями ссорились. Про грузья рассказывал. Всегда ценит свою семью, своего отца, своих братьев. Всегда приводит пример. И сегодня мне очень проимпонировало, как он относится с большим уважением к своему другу, товарищу, Артему. Он всегда повторял, что мой друг, он в меня поверил, он меня мотивировал. Я взял для себя новую роль, боялся другу. Отправил голосовое сообщение на пять минут. И друг отправил мне обратно и сказал, потерпи, у тебя все получится. И потом он взял пример своего отца. Воспользовался примером своего папы и сказал, если ты не можешь измениться сам, измени ситуацию. Потом он подружился со всеми нами. И нам стало приятно с ним вести диалог, потому что мы все думали, что он злой, опасный. А он оказался добрый музыкант, который не просто заставляет нас брать роли, а еще и красиво играет, сочиняет. И очень замечательный человек. Поэтому спасибо тебе, Григорий, за твою открытость, за твою улыбку, за твою радость. Твои выступления всегда хочется слушать, слышать, брать себе на заметку, на вооружение. И давайте все поаплодируем Григорию. Давайте поаплодируем Денису. Давайте поаплодируем Евгению. Ну и поаплодируем мне. Всем всего приятного вечера, хороших эмоций и замечательного настроения. Мы получим автором на сессии хронизации. Тот, кто займет первое место, мы будем голосовать методом написать ручкой имя человека на бумажке и посчитать. И тот, кто займет первое место, тот получит очень классный приз. Поэтому у нас сейчас выходит первым Павел. Тебе сейчас загадают слово. Отлично. За две минуты максимально нужно его много раз повторить. Пауза разрешается максимум 5 секунд. Крепость. Крепость. Поехали. Крепость духа – наше тело. Крепость тела – есть душа. В моем понимании крепость – это все-таки образ. Образ как метафорический образ мысли крепости. Крепость – это наше место безопасности. Место, где мы можем сохранять свой уют, комфорт. Где мы можем снять маски, защиту и отдохнуть в своей крепости, в своем родном дому. Потому что дом и крепость – это еще и место, где мы собираемся своей семьей в единое. Где мы можем обустроить свою крепость таким образом, чтобы она превратилась не просто в маленькое здание. Крепость – маленькую, большую крепость. А в крепость размером с большую страну. Потому что отдельная страна, по сути, это и есть крепость. Которая есть свои феодалы, есть свои управляющие, свои жители. Но все равно это остается крепость. Крепость, мне кажется, это от слова крепкость. То есть быть крепкостью, прочность. Вот это у меня такой синоним от слова крепости идет. От него чувствуется приятно такой мощный аргумент от крепости. И вот для меня крепость – это умение держать опору, держать свою строгу, держать свои умения. То есть стоять на своем месте и защищать как себя, так и тех, кто вокруг меня, дорогих людей. Быть крепостью – это быть человеком, который отвечает за себя, отвечает за других людей. Крепость – это образ жизни. Крепость – это смысл жизни. Крепость – это жизнь. Благодарю. В эту тему вписывается. И вокруг него постоянно крутитесь. Это дает вам возможность не отходить ни влево, ни вправо. Кто следующий? Выходи. Следующий у нас Константин. Кто хочет ему слово загадать? Минтесанция. Выйди из зала. Рубашка. Рубашка. Понятно. На мне рубашка? Ну, эта фраза, наверное, очень предсказуемая. Поэтому мне нужно придумать что-то поинтереснее. Например, клуб «Своя рубашка». Вот очень классный клуб. Он находится возле меня. И я как-то хотел в него попасть. Это была суббота, если я не ошибаюсь. Или воскресенье? Воскресенье. Воскресенье. Но у меня, к сожалению, не получилось. Я хочу это исправить в следующее воскресенье. Надеюсь, у меня планов не будет. Мне очень интересно посмотреть, как там проходит собрание, что там происходит, чем эти собрания отличаются от тех. И очень сложно выступать, когда ты замечаешь за собой все слова. Я их просто запоминаю и потом буду записывать. Серьезно. А начинал я с рубашки. И, пожалуй, на ней и закончу. Я помню, лицо знакомое. Давайте и парфюм шикарный. Слово. Синий. Портфель. Синий портфель? Да, пусть будет синий портфель. Не, пусть просто портфель. Я, конечно, могу сейчас рассказать, что синий портфель это очень стильно. Это тренд сезона. И когда вы еще оденете синие туфли под стиль этого портфеля, вы просто собьете с ног всех окружающих. Но возьмем синий портфель как некую метафору. И этот синий портфель может представлять некий символ вашего настроения. Если, к примеру, сегодня прозвучало слово плохо, какие-то были моменты мистические. И порой нам очень сложно... Я сейчас понимаю, что не можно говорить несколько раз с ним по дверь. Порой нам очень сложно наши синие, убрюмые мысли абстрагироваться от них. Но мы можем представить, что это вот такой некий синий космос, в который мы можем мысленно положить или зафиксировать некий негатив, скрыть синим ключиком, бросить в синий космос и улететь в синее небо на крыльях радости, позитива. И таким образом... И таким образом мир станет синим. Спасибо. Кто хочет загадать Яне слово, есть желающие? Клубника. Клубника, супер! Шикарное слово. Желаю удачи. Запускай. Клубника это отличная ягода. Мне кажется, что мы все любим клубнику. И, по крайней мере, те, кто не любит, они хотя бы ее пробовали. И знают о том, что они не любят клубнику. Клубника растет летом. Ее можно найти где угодно. На грядке у бабушки, на рынке, в магазине. И что меня радует, это доступность клубники. К сожалению, не сейчас. Но лично я очень сильно люблю клубнику. Она мне нравится, как и другие многие ягоды. Что еще я могу сказать о клубнике? Из клубники можно сделать варенье. Например, мой папа готовит джем своими руками из клубники каждое лето. Клубник... Это сложнее, чем мне казалось. Да, из клубники также можно приготовить смузи, добавив в нее, например, мороженое и банан. Есть песня. У Артура Пирожковой называется «Она спелая клубника». Этим летом она звучала во всех барах и везде на улицах. И многих задолбала, наверное. Что еще сказать о клубнике, я особо не знаю. Поэтому всем большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тоже всем так говорю. У вас особые какие-то отношения, да? Да. Я вам тоже говорю, Гриша, для всех Григорий Владимирович. Женечка, дай слово. Гриша, дай. Ой, нет, не могу. Мимино. Великий. Великий. Давай, Дима, подсказывай. Поехали. Великий. Великий. Каждый человек хочет быть великим в каком-то определенном деле. То есть, кто-то, может быть, развивается в области математики, кто-то там в гуманитарных науках. Но великим каждый хочет быть в своей особенной сфере. Я хочу быть великим в музыке. Но не так сказать, как великим. Для меня «великий» как-то высокомерное немного слово. Но, раз уж его дали, так буду его использовать. Так что великим хочется быть каждому. Я немного волнуюсь, потому что я впервые выступаю перед аудиторией. Мне очень интересно такие вот мероприятия, когда вот ты выступаешь, огонь внутри горит. Такой великий огонь. Вот. Я надеюсь, он не погаснет, когда я уже привыкну к этому всему. И если я там буду приходить в этот клуб, мне на самом деле очень нравится тут атмосфера. Она такая великая, воудушевляющаяся. Вот. И позитив такой интересный. И когда ты ассоциируешь себя с великими делами, когда ты стараешься найти свое место в жизни, то очень важно расставить себе такие великие цели. Да, кто-то скажет, что они тяжело достижимые, но постепенно-постепенно маленькими-маленькими шажками мы все-таки когда-нибудь сможем стать великими. Аплодисменты. 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 Я эту схему понял. Нет, здесь схему нет. Кристиночка, дай слова. Игрушка. 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 То, что нам помогает жить вообще в этом мире и ставить новые цели. И вообще отыскивать в себе это самое ядро и нутро. И двигаться дальше. Что-то игрушечное живет в каждом из нас. Что-то небольшое, что-то доброе. И что-то вообще первобытное даже, я бы сказал. Из чего все начинается. Что постоянно двигает нас вперед и заставляет совершенствоваться. Потому что у каждого человека бывает момент, когда они вспоминают эту игрушечную атмосферу. Это теплое детское чувство. Когда кажется уже, точнее в те моменты, когда кажется, что уже ничего тебя не может спасти. Что вокруг тебя один враг. Но все равно вот эти вот детские воспоминания. Вот эти вот какие-то небольшие теплые моменты. Окутаны какой-то совершенно игрушечной атмосферой и ощущением чего-то нового. Оно всегда нам помогает выкарабкиваться из этих сложных ситуаций и двигаться дальше. Хотелось бы конечно пожелать больше таких вот воодушевляющих, приятных, мягких, ламповых, игрушечных моментов каждому человеку. Чтобы они постоянно к нему приходили и помогали двигаться по жизни. Ну и конечно же нужно оставаться всегда немножко игрушкой. Даже если ты свирепый зверь. Потому что это иногда пригодится и это помогает. Это было в детстве. Лежал стручок червоного перца на иконце. Ну мы знали, что великий перец, он солодкий, его можно есть сколько захочешь, там, с помидорами. Но это был маленький. Он был не такой. Его сегодня принесли в детстве. Он лежал на подвеконне. Мы с сестрой смотрели на него смотрели. Я же его попробую. Нам сказали, что лучше его не трогай. Потому что это не такой перец. Но что-то такое. Но что-то такое. Цикависть она переборщила. Одним словом, мы разломали ту перчину попова. Я не знаю, как. Спочатку виси. Первые секунды ты не чувствуешь. Ты просто вкопаешь першу одну третину перчинки. Ну маленькая перчинка, здавалось. Потом випадково намагаешься витрати своё обличчё. Лизаешь оцими маленькими дитячими рученятами соби в водчинят. Натираешь соби все, что можешь. В результате. В результате. Двома детей среди ванни намагаються вимити все это обличчя. Перчина уже по всей ванне. Частина залишилась еще в той зале. Но уже батьки півгодин намагаються нас вимити. Перчинка на тому закінчилась. Аби я знал, что это будет единая перчинка у моих мужиков. Все только началось. Это уже тема наступилась. Красные карточки руки ломают. Слово. Колесо. Нежность, вот супер. Закончим нежностью. Какое колесо? Нежность. Нежность. У каждого это слово асоціюется с чем-то, напевно, приятным. С какими-то первыми спогадами. С какими-то опытом. В кого-то это асоціюется с ежей, с каким-то нежным десертом. Ну, это так уж. Что это? Что это? Что это? На самом деле такое слово очень... Нежное. Так, очень нежное. Очень непритаманное мне. Потому что я человек не совсем нежный. Я больше такая... Была всегда колючая. Поэтому я не могу подобрать какую-то правильную асоціацию. Какое-то слово. Фантазуй. Так? Фантазуй, как можешь. Это можно. Кулючая фантазуй, привычка. Молодец.